Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы с вами поговорим о подвиге Устеменко Степана Яковлевича, родившегося в 1916 году в Полтавской губернии и его разведроты в боях за Западную Украину. В конце марта 1944 года гвардия-младший лейтенант командовал взводом разведчиков на бронетранспортеров 20-й гвардейской мехбригады. 21 марта разведчики под командованием гвардии старшего лейтенанта Баранова, в которой служил Степан Яковлевич, переходят в наступление, участвуя в проскорах Черновицкой наступательной операции. Сначала гвардейцы атакуют немцев внезапно во фланг у населенного пункта Романувки и занимают позиции фашистов, нанеся потери безвозвратными врагу 65 человек, из которых 25 сдались в плен. Также красноармейцам досталось 3 пулемета и 2 миномета с боекомплектом. Далее группа разведчиков под командованием Устеменко, двигаясь в направлении Ивану в полису, замечает колонну подвода врага. На вопрос, кто идет на ломаном русском, ответили свои. Поэтому, не раздумывая, разведчики открыли огонь и не ошиблись. Итог боя такой. Взяли 40 подводов, 5 пулеметов, 20 винтовок и нанесли потери врагов 53 человека. Далее разведчики, преодолев 34 километра, выходят к населенному пункту Иванув и продолжают движение к Днестру, к населенному пункту Залещики. В ходе боя рота теряет своего командира Барановой. И теперь командование на себя берет Устеменко. А наступление продолжается, в ходе которого ночью на 24 марта 1944 года разведчики врываются на станцию Варвулинца и опрокидывают заслон немцев, который прикрывал отход основных войск за Днестр. Далее, уже ближе к утру, гвардейцы вышли к заветной цели, населенному пункту Залещики. А впереди был Днестр, текущий в широкой пойме. А в это время в небе появилась авиация врага. Но, несмотря на ее воздействие, разведчики достигли Днестра и приступили к форсированию реки. С противоположного берега ответили огнем пулеметы. Тем не менее, намокнув в ледяной воде, разведчики переправились на правый берег Днестра и опрокинули Румын, уничтожив 4 огневых точки с расчетами, взяв 18 подводов врага, 1 мотоцикл. А дальше, в ходе штурма была взята деревня Крещатых, по пути к которой гвардейцы захватили еще 7 румынских подводов. Взятую деревню разведчики Устеменко удерживали до подхода основных частей бригады, способствуя форсированию реки. К сожалению, Степан Яковлевич, который за этот подвиг был удостоен золотой звезды героя, всю войну не прошел и до победы не дожил. Последний бой наш герой принял у города Гожух в современной Польше при форсировании Шпрее 20 апреля 1945 года. А у меня на этом все. Всем желаю крепкого здоровья. До скорых встреч. До свидания.